Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Помните, когда Сэм Бэнк Манфрид объявился в Вашингтоне футболки и нес чушь, и все провозгласили его героем? СМИ, Конгресс, Белый дом. Всех их очаровал этот странный паренек по имени Сэм Бэнк Манфрид. Помните? Просто вспомнилось сегодня, когда президент Украины прибыл в Белый дом, одетый как менеджер стрип-клуба, и начал требовать деньги. Поразительно, но его не выгнали. Вместо этого они ублажали каждый его каприз. Американские налогоплательщики, заявил Джо Байден, продолжат предоставлять Зеленскому все, что он требует, так долго, как будет нужно. Байден так и не уточнен, для чего потребуется, так долго, как нужно, чтобы что? Отбросить российскую армию назад границам до вторжения? Звучит разумно. Это то, что большинство американцев предполагает. Но это не то, чего Зеленский добивается, и не то, о чем он просит. Зеленский требует смены режима в России, как было в Ираке и Ливии и в целом ряде других стран, только теперь речь о самом сердце Евразийского континента, по соседству со всем цивилизованным миром. Это то, к чему Зеленский призывал неоднократно, и каждый доллар, который мы ему посылаем, идет на эту цель. Сейчас он все ближе к ее достижению. Что же произойдет, если он, цитата, выиграет? Какой хаос за этим последует? Думали об этом? Кто обеспечит безопасность первого в мире ядерного арсенала после свержения российского правительства? Кто заменит Путина? Странно, но об этом сегодня речи не шло. Суть визита не в том, чтобы сделать мир более стабильным или принять мудрые решения, а тем более помочь Америке, это всегда в конце списка. Цель — вручать украинскому менеджеру стрип-клуба еще миллиарды долларов из нашей разваливающейся экономики. Трудно и, пожалуй, даже невозможно представить более унизительный сценарий для величайшей страны на Земле. И мы бы с удовольствием обвинили Джо Байдена, но не можем, ведь вина не только в нем. Это был двухпартийный мазохизм. Объединенная партия истеблишмента никуда не делась, несмотря на все усилия избирателей. И если сомневаетесь, вот фотография Зеленского, которую он сделал с группой пожилых сенаторов-республиканцев в Киеве еще в мае. Стоят в своих ортопедических туфлях 70-летняя Сьюзан Коллинс, Джо Барасса, Джон Корнинг, а также их 80-летний предводитель Митч Макконнелл. 44-летний Зеленский позирует между ними в облегающей футболке пола, словно штангист, и пытаясь выглядеть свирепым. Они в восхищении. Стареющий руководящий класс нашей страны не был в таком восторге с визита Фиделя Кастро в Нью-Йорк в военной форме. Они любят мужчин в форме, какой красавчик. Сильный и решительный. Смотря на выражение лица Макконнелла, почти слышишь смешки удовольствия. Ни один человек, рационально оценивающий проблемы, никогда бы не предсказал этот момент. Если бы вы были республиканским чиновником и Зеленский приехал в Вашингтон, возможно, вы бы захотели спросить о его непрекращающейся войне против христианства на Украине. Особенно на месте Митча Макконнелла или Джо Корнина, ведь многие их избиратели ходят в церковь по воскресеньям, их это может волновать. Но Макконнелл и Корнин не упомянули этого. Вы не услышите ни слова по телевидению сегодня о том факте, что Зеленский запретил целую древнюю христианскую конфессию на Украине, а затем захватил церкви и бросил священников в тюрьмы. По словам Макконнелла, который, похоже, не покидал кабинет с 80-х, антихристианский деспотизм — это то, чего большинство республиканцев хотят больше всего, его много не бывает. Они умоляют об этом. Вот Макконнелл объясняет. «Оказание помощи украинцам в победе над русскими — это приоритет номер один для Соединенных Штатов прямо сейчас. По мнению большинства республиканцев, примерно так мы видим вызовы перед страной сейчас. А два других сенатора стоят позади, кивая, словно это правда. «Победа над Путиным, цитирую, приоритет номер один у республиканцев?» Говорит Митч Макконнелл, глава республиканцев в Сенате. «Номер один важнее собственной экономики? Или школ наших детей, или, например, более чем двух тысяч молодых людей, погибших в прошлом году от фентанила, у Макконнелла в его родном штате Кентукки? Наказать Владимира Путина за то, что помог выиграть Трампу, важнее всего этого?» Говорит Митч Макконнелл. «Границы Украины важны, а наши нет. Может, вы подозревали, что они так думают? Но теперь они выходят и говорят вам это прямо в лицо. И, конечно, Белый Дом полностью согласен. Смотрите, как Джо Байден объявляет, что вы будете платить за вооружение для Украины. Нравится вам или нет?» «Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно ПВО, и поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные батареи Патриот и тренировать ваши силы, чтобы они могли их точно использовать». Он читает по памятке. Возможно, ее написали оборонные подрядчики, которые только что провели мероприятие в Вашингтоне для украинского посла. Буквально. Они нанесли свои логотипы на приглашение, чтобы всем было совсем очевидно, что к чему. Это большое изменение по сравнению с тем, что у нас было еще в прошлом месяце. Но вы бы не узнали этого из освещения в СМИ. Среднему репортеру в Вашингтоне Зеленский нравится куда больше, чем вы. Так что никто не задает вопросов, но это серьезное изменение политики. Всего пару месяцев назад высокопоставленный представитель Миномороны США сказал, я цитирую, «Нет никаких дискуссий о размещении батарей Патриот на Украине. Чтобы сделать это, пришлось бы прислать туда американских операторов». Иначе говоря, пришлось бы вести горячую войну против России, которая не только не была бы одобрена Конгрессом, но большинство американцев понятия не имело бы, что она идет. Но теперь это так, вы это знали? Вы поддерживаете? Это то, что важнее всего? Важнее, чем то, что ваш племянник может умереть от фентанила, да, говорит Митч МакКоннелл, но это только начало. Потому что, как вы сейчас видели, Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы выдвинуть больше требований. Этот гость все никак не уйдет. И чем дольше мы терпим его, тем больше его требования. Если вы пропустили, вот часть его выступления. Финансовая помощь также критически важна, и я хотел бы поблагодарить вас. Большое вам спасибо. Спасибо за оба финансовых пакета, которые вы уже предоставили нам, и за те, которые вы, возможно, захотите принять. Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом. Итак, лидер иностранного правительства, одетый в толстовку, заявляется в Конгресс Соединенных Штатов и начинает требовать деньги, а потом имеет наглость сказать сидящим там людям, которые дают ему новые десятки миллиардов долларов ваших денег, что это не благотворительность, это инвестиция. Да, и какова же отдача? И, кстати, какой смысл в этом? Какова тут цель? Какая мотивация? У нас что? Что? Исторический долг перед Украиной? Или историческая вражда с постсоветской Россией? Нет, нет. Как тут победить? В чем наша выгода? Это разве не наша страна? Из чего ты взял, что можешь так с нами разговаривать? Неужели мы так сильно себя презираем? У нас так мало уважения к Америке, что мы смиримся с этим и будем аплодировать? Спасибо, сэр, можно еще миллиард. Что не так с нами? Что с нашими лидерами? И к чему это приведет? Субтитры подогнал «Симон»